Двоякое впечатление. Вроде бы и хорошо смотрелись, комбинировали, в общем смотрелись хорошо, но проиграли 2-0. Как говорится, лучше бы плохо сыграли, но победили. А лучше хорошо сыграть и победить. Для меня это команда, которая по всем статьям выше наших белорусских. С кем я играл, поэтому видно уровень, весь один класс, но я думаю, мы неплохо смотрелись на их фоне. Но опять же, реализация моментов, нету завершающего удара у нас, последнего паса, поэтому результат налицо. В трех играх ноль забитых именно с игры. Но есть над чем работать. Мы сейчас разберем игру, проведем работу над ошибками. И я думаю, получится совсем другая игра, без зрителей. Я думаю, это нам на руку. Мы знаем, что Лудогорец в гостевых матчах чуть по-другому играет. Ну и мы покажем тот футбол, который хотят зрители. Во-первых, чтобы мы получили тот результат, чтобы пройти дальше. Спасибо тренеру, что доверяют мне место в старте. Стараюсь доказывать на каждой тренировке в игре, что достойно играть. Помогает команда в этом плане, поэтому буду стараться и дальше прогрессировать. Вот помогать команде. Ну, такой шанс выпадает нечасто, так сказать, очень редко в наших реалиях. Поэтому пока домой не хочется, хочется здесь побыть в Европе, почувствовать этот вкус футбола европейского. Поэтому только счастье здесь находиться и показывать свою игру в футбол. У меня все хорошо. Хороший коллектив. Команда нормально приняла. Хорошая рабочая атмосфера. Некоторых игроков я знал до прихода сюда, так что отношения у меня с командой хорошие. А лучший друг сейчас — это Рэймон Деола. А еще у нас классная молодежь, с которой мне легко и приятно находить общий язык. Это было сложно. Уже до матча мы знали, что он будет непростым, ведь на кону проход в следующий раунд. Так и вышло. Нам нужно реализовывать свои моменты, которые мы создаем в достаточном количестве. В ответной игре будем над этим работать. Всегда хочется играть лучше. И мне кажется, сейчас я не готов на 100%. Так что продолжу работать, чтобы помогать команде. Этот месяц вышел насыщенным. Много времени в дороге. Конечно, это непросто. Но мы — профессионалы, и должны справляться с такими моментами. Впереди еще минимум месяц в Венгрии. Лично я готов. Мы все должны быть готовыми идти к цели, неважно где и как мы находимся.